Друзья, вот и закончился 2015 год, но чем же он запомнился нам в области науки? Давайте поговорим о самых значимых открытиях 2015 года. Вы смотрите канал Чуть-чуть о науке. Поехали! Начнем мы с самого значимого достижения этого года по мнению журнала Science. Но это вовсе не означает, что остальные открытия, о которых мы будем сегодня рассказывать, менее значимы. Ученые из Германии и США создали самый современный на сегодняшний день способ генетической модификации. По-простому его можно назвать генный скальпель, и он основан на системе CRISPR и белке Cas9. Система CRISPR это своего рода иммунная система, только у бактерий, защищающая их от различных вирусов. С помощью ферментов этой системы можно изменить структуру нужной ДНК в любом требуемом месте. Размножить ДНК в бактериях и затем с помощью вирусных векторов ввести в необходимые клетки, изменив их геном так, как это требуется. Собственно, этим и занимаются сейчас ученые из ДНК разных существ. Главное преимущество заключается в том, что эта система позволяет работать избирательно и практически без ошибок. Авторам этой работы даже пророчили Нобелевскую премию в прошлом году, но не повезло. А пока в научном сообществе продолжаются дискуссии на тему, а этично ли вообще редактировать геном человека. Первые клинические испытания запланированы на 2017 год. Так что если ты хотел себе третью руку, то ждать осталось недолго. Следующее научное открытие взбудоражило не только научное сообщество, но и обычных людей. На Марсе нашли воду. Осталось только найти нефть, и американцы полетят туда насаждать демократию и уничтожать химическое оружие. Марсоход прислал данные, которые позволили ученым сделать вывод. По стенам каньонов и кратеров на поверхности Красной планеты в летние месяцы, скорее всего, текут сезонные потоки соляных растворов. А враги от них четко видны на снимках. То есть на Марсе действительно есть жидкая вода. При этом сам источник этих растворов и их химический состав пока остаются неизвестными. Наличие жидкой воды — это одно из важнейших требований к существованию жизни, подобной земной. На нашей планете вирусы и бактерии нередко выживают в очень экстремальных условиях. Почему бы таким же микроорганизмом внеземного происхождения не оказаться на Марсе? Более того, жидкая вода позволяет надеяться, что земляне, которые рано или поздно долетят до Красной планеты, смогут выращивать там овощи, фрукты и злаки. Также наличие воды позволит снизить объем и массу грузов, необходимых для обеспечения жизнедеятельности марсианской экспедиции. Еще одним важным космическим открытием года стало покорение Плутона. Как вы наверняка помните, 14 июля 2015 года автоматическая межпланетная станция «Новые горизонты» максимально приблизилась к Плутону и его спутникам. В результате было сделано большое количество снимков и других исследований, результаты которых до сих пор передаются на Землю. А мы напоминаем, что сам аппарат был запущен аж в далеком 2006 году. Сейчас станция находится на расстоянии более 5 миллиардов километров от Земли. Ожидается, что в 2019 году она достигнет планетоида 2014 МУ-69. Это в поясе Койпера. А изучением Плутона НАСА завершает исследование Солнечной системы и собирается сконцентрироваться на изучении уже посещенных автоматическими станциями миров. А теперь от темы космоса давайте перейдем к физике, где произошло несколько довольно значимых открытий. Во-первых, Европейская организация по ядерным исследованиям в простонародье ЦЕРН сообщила об открытии нового класса частиц — пентакварков. Эти диковинные частицы удалось обнаружить в ходе экспериментов на Большом Андронном коллайдере. А вот первое теоретическое предсказание существования пентакварков сделали российские ученые Дьяконов, Поляков и Петров из Петербургского института ядерной физики в 1997 году. И вот спустя 18 лет удалось это доказать экспериментально. Причем российские ученые приложили свои руки и тут. А для тех, кто забыл, что такое кварк и какие еще есть элементарные частицы, есть вот это видео. Можете кликать и смотреть. Второе значимое достижение в физике прошлого года — это работа, содержащая неопровержимые и достаточные доказательства существования квантовой запутанности. О квантовой запутанности мы рассказывали вот тут. Но если кратко, то это когда частицы как бы чувствуют друг друга, но при этом находятся на очень большом расстоянии. Они как два любящих сердца, которые разделены километрами печали и тоски. Но несмотря на это они продолжают любить и чувствовать друг друга. Э, ты опять мороженое с ванилькой ел? Ой, давай заканчивай свою каламбурю. Подумай, ждал волю чувствам. Продолжаем. В этот раз ученые наблюдали квантовую запутанность у частиц, которые находились в разных частях научного городка. Ученые пока не могут объяснить данное явление, ведь при работе в существующей теории получается, что частицы обмениваются информацией быстрее скорости света. А это считается невозможным. По крайней мере, так сказал дядь Кейнштейн. И последнее достижение физиков, на этот раз из России. В Институте ядерной физики, который находится в Новосибирске, на первом и единственном в мире многодорожечном ускорителе-рекуператоре, открылась третья очередь лазера на свободных электронах. Все три очереди обеспечивают излучение с пиковой мощностью более 1 мегаватта. Знаем, что у вас уже появился вопрос. И чё? Но поверьте, это важно. А далее мы проследуем в область биологии, где ученые сделали не менее значимые открытия. Во-первых, удалось выяснить, что в мозге есть лимфоузлы. Это как бы предположил еще в 18 веке итальянский анатом Паоло Маскани, но доказать это удалось лишь спустя более двух веков. Также удалось доказать, что синусы мозга связаны с лимфатической системой всего тела. Это открытие позволит ученым по-новому взглянуть на работу лимфатической системы и понять, откуда берутся патологии мозга и как с ними бороться. А если вы на биологии смотрели только картинки, связанные с размножением, то мы напомним, что лимфатическая система подобна кровеносной, только по ней течет лимфа. Она обезвреживает бактерии и токсины, а также избавляет организм от различного мусора. Прежде считалось, что мозг настолько обособлен от всего тела, что в него не проникают антитела и иммунные клетки. А вот теперь оказалось, что нифига мозг не отдельно. Второе и самое веселое открытие сделали американские биологи. Ученым с помощью генетической модификации удалось превратить обычные дрожжи в настоящую микробиологическую фабрику по производству морфия, а возможно и других лекарств. Кстати, биологи сразу предупредили, что их открытие делает практически возможным синтез наркотиков в домашних условиях. И призывают власти принять соответствующие меры по контролю над новой технологией. Так что если вы увидите человека в белом халате, который скупает все дрожжи в магазине, то вы знаете, зачем он это делает. А для тех, кто ничего не сечет в генной модификации, можно посмотреть видео вот тут. Мы все подробно рассказываем. Далее следует неожиданное открытие. Динозавры были теплокровными. В 2015 году британские палеонтологи в останках древних ящеров нашли красные кровяные тельца и коллагеновые волокна. Ранее считалось, что белковые молекулы могут сохраняться не более 4 миллионов лет, а потом распадаются. Однако английские исследователи разработали метод анализа фотоснимков костей рептилий, сделанных электронным и ионным микроскопами. В частности, ученые отыскали клетки эритроцитов и соединительной ткани. Кровеносные клетки оказались больше всего похожие на образцы крови страуса Эму. Из этого следует, по крайней мере, два сенсационных вывода. Во-первых, динозавры были теплокровными, а во-вторых, они не исчезли бесследно, они превратились в птиц. По другой версии, динозавры не были ни холоднокровными, как ящерицы, ни теплокровными, как млекопитающие. Доисторические ящеры, как и современный тунец, кожистая черепаха и так далее, относились к мезотермам, организмам, предпочитающим умеренные температурные условия. Такие существа могут контролировать тепло своего тела и не имеют постоянной температуры. Эти исследования стали первым анализом кровеносных сосудов вымершего организма. Ученые надеются, что со временем удастся воссоздать и структуру ДНК динозавров. И последнее открытие пришло с полюса от российских ученых, которые под 4-х километровым слоем льда озера Восток обнаружили незнакомую форму жизни. Бактерии, ДНК которых не совпадает ни с одним из известных видов в мире. А в образцах льда, поднятого на поверхность, нашли бактерии термофилы, которые в течение тысячелетий эволюционировали без контакта с земной атмосферой. Такие же микроорганизмы обнаруживают в горячих источниках Йеллоустонского национального парка и на севере Японии. Как правило, термофильные бактерии живут при температуре 60 градусов Цельсия и выше, а это означает, что на дне озера Восток есть геотермальные источники. Не исключено, что в озере могут обитать и опасные для человечества вирусы, а на дне озера могут оказаться остатки вымерших существ. Могут ли эти вирусы эволюционировать и опасны ли они для человека? Может быть и да. Но микроорганизмы озера Восток живут в горячей, соленой и сильно минерализованной воде. Если через скважину поднять их на поверхность, то они моментально окажутся в совершенно иной среде при температуре минус 55 градусов по Цельсию и навряд ли после этого они выживут. Так что уже 2016 год может принести немало новостей с озера Восток. И напоследок давайте поговорим о медицине. В прошлом году медики начали тестировать вакцину от самой распиаренной эпидемии Эболы. Сразу хочется отметить, что ученые получили именно вакцину, а не лекарство. Лекарство лечит, а вакцина препятствует заражению. Первые клинические испытания вакцины показали невиданные до этого результаты. Во время медицинского эксперимента в Гвинеи новая вакцина показала 100% эффективность против зловещего недуга. Также можно отметить, что одновременно с зарубежными коллегами вакцину изготовили и в России и уже готовы прививать тех, кто отправляется в опасные страны. Другим не менее важным открытием стало создание совершенно нового типа антибиотиков. Он способен уничтожать болезнетворные микроорганизмы, которые мутировали и в силу этого приобрели устойчивость к другим антибиотикам. В отличие от уже существующих лекарств, он воздействует на вещества клеточных оболочек, вредных бактерий. Здесь стоит напомнить, что некогда антибиотики спасли человечество от множества опасных эпидемий и недугов. В последние годы мы пользовались антибиотиками крайне активно. И это привело к мутациям микробов и выработке иммунитета к другим антибиотикам. Благодаря принципиально новому воздействию на микробов, ученые полагают, что бактериям будет гораздо сложнее выработать иммунитет. Также новый препарат способен убивать золотистый стафилококк, который очень часто встречается в госпиталях, серьезно осложняя ситуацию после операций. Сейчас чудо-препарат проходит клинические испытания. При удачном стечении обстоятельств антибиотик в ампулах появится уже к 2019 году. И завершим мы наш обзор вновь российской разработкой. На этот раз был разработан совершенно новый противоопухолевый препарат, который повышает продолжительность жизни на 90%. Препарат представляет собой плазмидную ДНК, содержащую два гена. Ген-убийцу и ген-стимулятор иммунной системы. Механизм действия препарата таков. Для доставки в опухоль ДНК помещена в специально разработанную поликатионную оболочку. При попадании в опухоль продукт гена-убийцы превращает вводимое внутривенно нетоксичное пролекарство в токсин, убивая раковые клетки. А продукт другого гена, в свою очередь, способствует развитию противоопухолевого иммунного ответа. Разработка уже прошла доклинические испытания, и совсем скоро начнутся тесты на людях. Собственно, вот таким и был 2015 год для мировой науки. Было сделано много очень интересных и значимых открытий. А что принесет нам этот год, мы узнаем только в конце. Но своими научными ожиданиями мы поделимся скоро в новом видео. Помните, наука намного интереснее, чем вам кажется. Пока! А чтобы не пропустить новые видео, подписывайся на наш канал. Самые свежие новости проекта, а также прикольные фотки на наших страницах в Фейсбуке, ВКонтакте и Твиттере. Все ссылки в описании. Также не забывай рассказать о проекте своим друзьям.